1700 журналистов аккредитовали на пресс-конференцию президента в этом году. Нынешняя встреча с представителями СМИ уже 14-я для Владимира Путина. Местом встречи стал Центр международной торговли. На шаманский бубен надеются журналисты из Коголыма. Привлечь внимание президента должен национальный атрибут. Стучать не буду. Я думаю, что сам вид, сам колорит нашего плаката привлечет внимание президента, и мы обязательно зададим свой вопрос. Мы понимаем, что наши города, они сегодня полностью зависят от добычи полезных ископаемых. А не секрет, что нефть – это исчерпаемый природный ресурс. И мы хотим, чтобы наш любимый город Коголым и Югра в целом развивалась не только за счет нефти. Именно этот вопрос я адресую президенту, есть ли какие-то специальные программы. Готовился к этой встрече и Владимир Путин. В течение трех дней работал с ведомствами и справочными материалами. Вопросы могут быть самые неожиданные, поэтому ориентироваться нужно в любой сфере. Хотелось бы спросить у Владимира Владимировича в курсе ли он настроение простых людей, которые выступают на митингах против организации Вархангельской области и экотехнопарков. Я надеюсь, что красная табличка с подводной лодкой все-таки сработает, потому что сервис должен быть услышан. Самой долгой стала встреча с журналистами в 2008-м. Она длилась 4 часа 40 минут. За это время президент ответил на 106 вопросов. Прошлогодний разговор был короче почти на час. Приглашенным журналистам Кремль рекомендовал не проносить с собой большие плакаты. Они мешают работать операторам и фотографам. Виктория Щетидина, Тагир Фатахов, Дон-24, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова